Каждый день нас окружает множество раздражений. Например, вчера мы ехали по фривэю по дороге и нас подрезало целых семь машин. После четвертой машины я спрашиваю. Тебе не кажется это странным, то что нас обгоняет куча машин? Нет. Ты ничего не хочешь с этим сделать? Нет. Тогда после пятой машины я взорвалась и ехала в таком напряжении. Итак, как мы реагируем на разные ситуации в жизни, которые нам абсолютно не нравятся? Есть люди-экстраверты, которые реагируют на все открыто, а есть люди-тихони. Тихо таят секрет своей злобы. Злоба, грубость, раздражение, неприязнь явно мешают не только тебе, но и всем вокруг тебя, друзьям, знакомым, родным. Итак, как же хранить этот мир внутри себя? Сколько людей вы знаете, которые постоянно ходят в этом покое, в мире, так блаженно, никогда не ругаются, не ссорятся? Я знаю такие. Что общего между этими людьми? Я заметила, что они все молятся. Потому что молитва, она изменяет все вокруг. Она изменяет тон, характер, атмосферу, твое поведение. Она может изменить все. Допустим, вчера, когда мы ехали по дороге, я сидела 30 минут в огромном напряжении. И в итоге всем стало настолько плохо от этого, что мы решили помолиться. И хватило буквально пяти минут, чтобы изменить весь курс дня. Молитва изменяет все вокруг, изменяет тебя изнутри и снаружи. Господь это не просто заправка для твоего тела, для духа, для души. Он хочет, чтобы ты всегда был в огне, в Божьем присутствии, в Божьем покое. Потому что Он так сильно тебя любит. И Его любовь, она такая безграничная к тебе, что Он уже все тебе дал. Дал все свои обещания. Слово Божие, это Библию. Дал свою любовь, дал Сына Своего, пожертвовал. Поэтому сегодня ты можешь спокойно ходить в мире и покое, и в радости. Господь сказал, что Он есть живая вода, что Он есть источник. И тот, кто из Него будет пить, тот больше не будет жаждать во век. Он хочет, чтобы в нас был мир, покой и радость. Все Его писание буквально пропитано посланием о любви. Лучший вариант – это сесть с Богом наедине, в тишине, оставить все свои дела, покаяться, попросить прощения за все обиды, которые вы причинили кому-то, и простить всех своих обидчиков, благословить их каждого по имени, сказать это своими устами, а не просто как многие из нас молятся. Простите всех, кто вас обидел. Кто-то сказал на вас злое, кто-то проклял вас, какая-то компания недоплатила вам бонусы. И попросите прощения за то, что вы обижали, за то, что вы были злые. Покайтесь перед Господом, отдайте все эти ситуации Ему, чтобы вы наконец разобрались с ними. Господь обязательно вам поможет. В книге судей Гидеон построил жертву не Господу и назвал его Иегова Шалом. Иегова Шалом значит Господь мир. У Господа даже есть отдельное имя о мире, ведь это так важно для Него, а значит важно и для нас. Когда мы ходим в мире, это значит мы в Его присутствии, мы всегда с Господом. Пока ты там волнуешься, психуешь, кричишь, ругаешься, столько возможностей и радости может просто пройти мимо тебя. Мир — это один из плодов Духа, и по-настоящему мы его проявляем. Не только когда мы молимся наедине с Богом в комнате, ведь так каждый может. Но когда приходит твоя семья, все чего-то хотят от тебя, все чего-то просят, все ребят, здесь и проявляется настоящий мир. Я помню, однажды я молилась в комнате, уже часа два я поклонялась в такой классной атмосфере, и тут внезапно постучала моя мама, и что-то она начала у меня спрашивать, и я просто закричала «Мам, это я же и молюсь, не отвлекай меня, я занята сейчас». Да вообще, к какому Богу она там молится? Если вы чувствуете, что вы постоянно раздражены, и спите, свернувшись вот так калачиком, вы постоянно чем-то недовольны, вас трясет, у вас нет мира и покоя на душе, то нужно остановиться на некоторое время и отложить все свои дела. Иисус сказал, что есть польза, если вы приобретете весь мир, но потеряете свою душу. Господь настолько любящий, добрый, заботливый, и Он так желает, чтобы мы были всегда в Его любви. Все, что от нас требуется, это просто прийти к Нему и поговорить с Ним. Неважно, в каком вы месте, в какое время, суток. Господь, я хочу быть лучше, измени мой характер, мои эмоции. Я прошу Тебя, благослови меня Твоим присутствием. Господь, научи меня ходить в Твоем присутствии. Такая простая молитва, которая не займет у вас даже пяти минут, может изменить многое. И вы увидите, как ваша жизнь будет меняться, потому что Господь, Он никогда не оставит молитвы неотвеченной. Те, кто Его зовут, те, кто призывает, Он обязательно отвечает, потому что Он любящий Отец. Я желаю вам всем мира, любви и благословений. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok